Здравствуйте, господа! К сожалению, и это не преувеличение, нашу страну постигла глубокая утрата. Я не могу, наверное, заниматься другими темами, пока не скажу несколько слов в память о Константине Анатольевиче Крылове, также известном как Михаил Харитонов и еще под несколькими разными псевдонимами. Классик сказал, что проблема не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен. К большому сожалению, эта фраза применима. К данному случаю вдвойне обидно с его борьбой с этим лозунгом, который он услышал от ОМОНовца, этим знаменитым лозунгом, про дома надо сидеть. В этом есть какое-то зловещее пророчество, что именно в таком режиме, когда мы все в буквальном смысле сидим дома, даже в гораздо худшем смысле, чем он тогда имел в виду, и все это ЧП произошло именно в тот момент, когда мы все сидим дома. И, судя по всему, пресловутый вирус тоже свою роль сыграл. То есть от одной из этих медицинских проблем, вероятно, он бы еще отбился, но от двух вместе не смог. И это неожиданность для огромного числа людей. И непонятно сейчас с этим нашим режимом даже, позволит ли хотя бы попрощаться достойным образом. Я уверен, что огромное число людей хотело бы прийти и отдать свою дань памяти. Не знаю. Будем следить за объявлениями. Не будет преувеличением сказать, что Константин Анатольевич сыграл огромную роль в личном моей жизни. Мы не были знакомы лично, хотя встречались. Я как-то хвастался, что у меня есть его автограф. Вы даже видите его на экране сейчас. Можно сказать, что нам не доставало разницы в возрасте, чтобы он был по-настоящему отцовской фигурой. Он скорее по возрасту подходит мне на роль старшего брата. Но что-то отцовское все-таки в этом было. Однажды меня привели в ЖЖ, и именно по отзывам сказали. ЖЖ — это такое место, где пишет Константин Крылов. Я еще не знал, кто это. И я пришел в это самое ЖЖ, к этому самому Константину Крылову, и начал его читать. По сути, Константин появился в живом журнале, когда журнал только появился. Только начал набирать обороты. Это был 2001 год. А в 2019 году, по-моему, он окончательно с ним расстался. И это можно считать смертью. Платформа, ЖЖ. Не факт, что навсегда. Возможно, когда-то она возродится, но не при нынешних порядках, конечно. В том смысле, в каком это было при Крылове, платформы нет. Настоящей интеллектуальной, альтернативной печатному миру платформе. У меня заняло, наверное, лет пять чтения, прежде чем я просто осмелился написать хотя бы один комментарий. Потому что уровень дискуссии, которую он поддерживал, несмотря на то, что он был остер на язык и мог вернуть иногда много чего. Диапазон и глубина его знаний, литературы, истории, философии особенно. Задумайтесь, вот кто. Много из нас на второе образование после кибернетики и мифи могли бы пойти на филфак МГУ. Вот что человек решил изучать для души. Ушел русский писатель, русский философ, русский политик. И самое главное, просто русский. Смотрите сразу ссылку на его объяснение, почему русский – это не прилагательное. Ушел заступник и борец за русский народ. Знает ли об этом представитель народа или нет. Он воевал не на физическом поле боя, он воевал на поле боя смыслов. И это он умел делать очень хорошо. Он занимался в буквальном смысле слова дебагингом. Он выкручивал вот эти шурупы, которые нам навкручивали в нашей советской, а потом уже и постсоветской школе. И он выкрутил их достаточно много. То, как я сейчас рассуждаю, то, на что я опираюсь, на какие источники я опираюсь в своих рассуждениях, касаемо любых тем, – это во многом заслуга Константина Анатольевича Крылова. Вот эта вот его роль старшего брата, по сути, и была продолжением того безобразного образования, с которым мы вышли из советской школы. Буду говорить за себя. Мы не владеем после школы базовыми навыками интеллектуального противоборства. По большому счету Константин всей своей деятельностью читал нам такой развернутый курс и риторики, и философии, и истории. К огромному сожалению, когда он читал свой авторский курс философии, мое расписание рабочей не позволяло попасть на эти лекции. Я понадеялся, что попаду однажды. Я даже не стал покупать их в записи. Если они сейчас будут дальше распространяться членами его семьи, то это непременно нужно сделать, я считаю. Там порядка 14 лекций. Это одна из вещей, которую я решил отложить. Не получилось в этот раз, получится в другой. Не получилось. Хуже того, что мы уже почти полгода с ним переписывались по поводам встретиться. Он чуть было не поучаствовал в нашем кинопоказе, но там произошла накладка. Ну и вообще он был человек занятой, в этом смысле я без претензий. Последний раз мы с ним контактили 22 апреля. Судя по всему, это было, наверное, уже между двумя инсультами, между первым и вторым. И он просто сослался, что на данный момент не может встретиться. Находится не в Москве. Среди прочего, в живом журнале, ну и не только в живом журнале, в литературной деятельности, Константин был настолько объемным деятелем, автором, что ему просто не хватало одной личности. У него существуют псевдонимы. Мы также знаем его как фантаста Михаила Харитонова, как сатирического писателя Юдика Шермана. Ну и еще ходили слухи, что еще, наверное, там спиток колоритных аккаунтов в ЖЖ тоже были его. Тут, наверное, уместно цитата из Гёте про то, что «как жаль, что природа сделала из тебя всего одного человека». Константин умел задавать вопросы, которые никто не задает. Подмечал то, что никем не подмечается. Умел поделить все это на точные категории. Всегда учил рассуждать в категориях «что если». У него был живой, яркий язык. Это хорошо видно и в его публицистике, и в художественном творчестве. Он постоянно придумывал новые слова, и они вошли в народ. Так что, если иногда вы от меня услышите, например, слово «упромыслить», то это от него. Он научил всегда писать точки над Йо. Так что, каждый раз, когда вы видите, что человек ставит точки над Йо, вполне возможно, что это два маленьких памятника лично Константину Анатольевичу Крылову. Он был русский националист и занимался ликбезом и продвижением идей национализма. Много-много сил и времени убил на то, чтобы люди в нашей стране начали, хотя бы научились различать нацизм от национализма. И, к сожалению, огромная масса людей все еще не понимает, в чем разница. И в целом, если вы не знакомы с творчеством Константина Анатольевича Крылова и живете при этом в России, вы много потеряли. Книги Михаила Харитонова, ранние книги, по крайней мере, давно лежали у него бесплатно на сайте Кулички Харитонов. Смотрите ссылку внизу. Кое-что из нового сейчас можно еще купить на Озоне. И кто хочет, наверное, стоит поторопиться. Потому что, когда будут новые тиражи, будут ли вопрос сложный. Его большой фантастический роман про Буратино в нескольких частях. Фанфик по Стругацким, факап. Ну и публицистика тоже. Например, из свежего было, сравнительно свежего. Компиляция из статей и постов уже же русские при Путине. Она тоже еще доступна. В общем, мы все на этом много потеряли. Наверное, до конца своих дней я буду думать по важным вопросам под углом, что бы про это мог сказать Константин Крылов. Так что потеря огромна. И как мы будем жить в эту новую эпоху после Крылова – большой вопрос. Этому еще предстоит научиться. Константин, мне будет вас не хватать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова